Добрый вечер, дорогие друзья! Рад вас видеть, рад вас приветствовать на нашем канале в прямом эфире. Сегодня интересная тема. Сегодня тема «Дети и школа» — это все-таки мучения или же инвестиции. Поговорим сегодня об этом. Меня зовут Бурский Станислав. Так получилось, что я муж одной жены, я семейный психолог, у меня трое деток. И, знаете, размышляя, как-то и не хотелось, с одной стороны, брать такую тему, потому что все сейчас эту тему муссируют. На интернет-пространстве очень много достаточно информации по поводу подготовки к школе. И, с другой стороны, не могу никак ее оменить, потому что она действительно важна, это ключевая. И раз уже так у нас такой порядок жизни сложился, раз уже у нас так жизнь течет, что после лета наступает 1 сентября. 1 сентября — это поход в школу. Хорошо. Поэтому что прошу вас сделать? Прошу вас поставить плюсики, если меня хорошо слышно. И вот только увижу первых слушателей, первых тех, кто присоединился, мне какие-то плюсики поставят. Будем сразу начинать. А пока перед этим, ну, расскажу, о чем сегодня поговорить. План встречи следующий. План встречи такой. Итак, мы прежде всего, конечно же, поговорим, зачем нам идти в школу. Зачем мы ведем, мы взрослые люди, зачем мы ведем своих детей в школу. Зачем это нам нужно? Мы поговорим о наших ожиданиях, чего мы ожидаем от школы. И поговорим, конечно, о реальности, что получаем взамен в наших ожиданиях. И, конечно же, мы проговорим, что делать со всем этим, когда увидим, в каком мы состоянии находимся. И поговорим немного о школьной реформе, которая на сегодняшний момент уже с 1 сентября, во всяком случае, в Украине стартует. Поэтому те, кто из Украины, вам особенно будет интересно, кто из других стран, все равно какие-то полезные вещи для себя возьмут. И прежде, как всегда, традиционно расскажу о видении, почему это все делают. Почему есть такие трансляции, которые идут каждый четверг в 19.00 по Киеву. Когда-то для меня был то ли образ вот такой, я увидел, что хорошая и счастливая семья – это своего рода мощный такой маяк на берегу моря. И который, когда есть шторм, когда буря какая-то, или ночное время, когда не видно, он не светит ярким светом. Когда семья хорошая, нехорошие отношения в этой семье, где папа любит маму, мама любит папу, уважает его, оба любят детей, дети точно так же относятся к своим родителям. Тогда этот свет, он виден, он яркий, он привлекает к себе. И, естественно, все мы хотим быть счастливыми, все хотим иметь счастье, все хотим видеть свою семью счастливой. Хорошо, вот вижу, что немножко больше людей присоединилось, поставьте плюсики, если слышно меня, это будет для меня сигнал, что хорошо, будем идти дальше. И вот смотрите, когда я увидел вот этот образ такой, что хорошая, счастливая семьяка, своего рода маяк, который светит близким, родным, который светит окружающим, друзьям, коллегам, ну здорово, хочется, чтобы точно так же было и в моей семье. И вот что я увидел, что если таких маяков в наших, в ваших городах, в моем городе, там, где вы живете, в каких-то поселках, не знаю, в мегаполисах, будет больше и больше, жизнь будет становиться счастливее. Нам всем будет классно от этого. Хорошо, поговорили немножко о видении, поговорили о названии темы и давайте все-таки же двинемся уже ближе к школе. Вижу, некоторые уже ребята присоединились и все-таки плюсики, ну надеюсь, что меня слышно хорошо. Когда зайдете, кто будет смотреть записи, тоже ставьте плюсики, если слышно, ставьте, пишите, откуда вы, будем видеть охват аудитории. И, конечно же, если понравится, непременно поставьте лайк и поставьте поделиться, потому что эта информация бесплатна, она ценная, она важна, я думаю, будет полезна не только вам, но и вашим друзьям. Окей, отлично. Хорошо, идем тогда в школу. Что же такое, что такое школа, что это же за место? Знаете, обращаю внимание, уже как бы есть свой опыт, есть то, что я учился, есть то, что отучились двое моих старших детей, сейчас третий как раз на середине пути идет в шестой класс. И наблюдаю за этим, и это, скорее всего, не будет секретом для вас, что школа это такой, знаете, как длительный процесс, неинтересный и неэффективный процесс обучения, который сильно-сильно растянут во времени, от которого толку, ну не знаем на сколько. Говорят, что 70% знаний, которые получает там ученик, получают наши с вами дети, они в жизни, потом в реальной жизни не нужны, они не пригодятся. Вы сами наблюдаете за постами в Фейсбуке, когда там выбрасывают синусы, конусы, косинусы, различные формулы и подписывают с улыбкой. Все жду, когда же мне это пригодится, как говорил учитель, да. И вот вопрос, да, почему же мы тогда отдаем наших детей в школу? Что же мы хотим получить на выходе? Ну давайте, если вы, классно, если вы уже активно принимаете участие, пишите туда вот ваши мысли. Буду читать, буду наблюдать, что вы пишете, будет какая-то такая взаимосвязь, взаимодействие. Конечно же, прежде всего, что мы ожидаем? Мы ожидаем то, что наш ребенок чему-то научится. Мы хотим, чтобы он научился писать, читать, читать, научился иностранным языкам, научился еще каким-то предметам истории, грамотности и так далее. Для чего это все нам нужно? Давайте подумаем, для чего. В основном это для того, чтобы, когда он вырастет, он мог поступить в университет. И когда закончит университет, он мог спокойно получить какую-то профессию и пойти на работу. Ну, уже в современном мире, или создать свой бизнес, да, пойти где-то предпринимателем или бизнесменом и так далее. Но парадокс какой возникает? Смотрите, так как мы готовим именно к реальной жизни, нам хочется подготовить своего ребеночка. Вот в чем вопрос, что те знания, которые мы получаем в своей жизни, одно из исследований нам говорит таким образом, что нам они пригодятся всего лишь на 10%. Вот формула так называемого успеха, что все, что мы знаем, все, чему мы учимся, это нам помогает где-то на 10% в этой жизни. На 40% нам помогает мышление, которое мы имеем, или же другими словами можно сказать, что способность использовать вот те знания. Ну, естественно, оно же исходит из мышления, то, как мы думаем. И третье такое, самое-самое большое, это около 50% в составляющем нашего успеха, это окружение. И давайте вот оттолкнуемся от этой формулы. Итак, мы отдаем ребенка в школу, чтобы он получил знания. И вместе с этим на 70% мы понимаем, что ребенок, который знания получит, по сути, они не нужны. Или тот способ обучения, которым на сегодняшний момент еще учат в школе, это будет неэффективно, ему это не пригодится. Следующий момент. Если на 40% успешность человека определяет его мышление и способность использовать эти знания, то, смотрите, мы же погружаем на 11 лет, на 11, а с 2018 года, вот здесь, в Украине, мы погружаем на 12 лет наших детей в какое-то определенное окружение. И именно оно формирует нас. Но, слава Богу, другое исследование говорит о том, что все-таки на ребенка оказывает влияние школа где-то около 19%, а дом около 41%. То есть дом, семья, вы как родители, мама и папа. И очень круто, мне было приятно узнать об этом исследовании, очень круто, что, по сути, контрольный пакет акций остается в семье. Но, тем не менее, второй по значимости это школа. И вот мы погружаем ребеночка в школу на 12 лет, что он там будет, он будет учиться в этом окружении, учиться использовать эти знания. Ну и, конечно же, я уже говорил, да, об окружении, что оно на 50% формирует точно так же успешность вашего ребенка. Хорошо. Теперь давайте посмотрим на наши ожидания от школы. Вот что, ну я тоже родители буду, может быть, отчасти говорить сегодня и как родители. Что я как родитель ожидаю? Прежде всего, чтобы, ну, школа была хорошая, как мы говорим, да, чтобы школа была классная, отличная, чтобы она недалеко находилась дома, чтобы комфортно было, удобно добираться, чтобы она была безопасной, там, ограничена от всякого рода, там, каких-то криминальных элементов или продажи наркотиков или еще каких-то вещей. Что еще я ожидаю в школе? Я ожидаю в том, чтобы мой ребенок попал к хорошему учителю, да, особенно это важно в первые годы учебы, потому что ребенок попадает на первые 4 года к одному учителю. Основной это один учитель. Уже более в старших классах, да, уже много учителей, и тогда, когда уже ваши дети в старших классах, ну, для меня было бы важно, чтобы все учителя были хорошие. Чтобы тот человек, тот взрослый человек, учитель, который соприкасается, соприкасается к моему ребенку, чтобы он был классный, чтобы у него ценности были хорошие, чтобы он знал свой предмет, чтобы он любил свой предмет, любил моего ребенка и мог его научить этому предмету, чтобы дети с удовольствием шли на его предмет. Вот что я ожидаю. Я ожидаю, чтобы мой ребенок попал в хороший класс. Что такое хороший класс? Хороший класс, прежде всего, это люди, это те ученики, которые будут вместе с ним, те мальчишки и девчонки, которые будут учиться вместе с моим сыном или вместе с моей дочерью, вместе с моим ребенком. Я ожидаю, что родители этих детей, они тоже будут хорошие, они будут адекватные, и что мы не будем сталкиваться с какими-то, знаете, проблемными мамашами или папашами, которые какой-то несуразицу будут переносить в класс. Я это ожидаю. Я ожидаю, что сам класс будет комфортный, и там будет новое какое-то оборудование, хорошая доска, компьютер, не знаю, может быть, интерактивная доска, чтобы там была техника различная, которая там видеопроектов, шторы на окнах, чтобы было удобно, хорошо окна открывались, чтобы зимой было не холодно, чтобы парты, столы были, все классно, чтобы было удобно ребенку одеться. И я ожидаю того, чтобы с меня много денег не брали за все это, потому что вы знаете и так, подготовка к школе, сколько она на сегодняшний момент стоит. Я сегодня посмотрел цифры. Ну, в среднем это где-то 5500 гривен, ну вот, во всяком случае, так выдают интернет, чтобы собрать ребенка в первый класс. Сюда входят какие-то необходимые вещи, там, тетрадки, канцелярия, форма школьная, ранец, спортивная форма, какие-то вещи на переменку и так далее. И это уже 5500 гривен. Я же понимаю, что еще будут какие-то взносы, фонд школы, фонд класса, хотя и говорят, что они уже будут отвинены официально, но тем не менее. Мы, как родители, понимаем, как это происходит. Ну и, конечно же, ремонты класса, покупка новой мебели, это все тянет из меня денег. Ну вот я ожидаю, чтобы это было не сильно много. Ну и, конечно, такие уже простые вещи. Конечно, хочется, чтобы и спортзал был оборудован, и хочется, чтобы столовая была хорошая, чтобы была качественная еда и так далее. Хорошо. Мы ведем ребенка в школу, мы хотим приготовить его к жизни, хотим, чтобы он научился каким-то простым вещам, умению считать, писать и так далее, чтобы, как нам кажется, он приготовился к реальной жизни. Реальная жизнь, в нашем понимании, это чтобы он в 17 лет после окончания школы поступил в внивер и потом нашел классную работу. И вот как будто бы на этом мы останавливаемся, родители. Добро, давайте посмотрим, что у нас в реальности. Ну, я готовился к сегодня, да, и тоже загуглил какие-то цифры, ну, дам какую-то статистику, в всяком случае по Украине. Итак, мы ожидаем, что будет хорошая школа. Хорошо, сколько школ в Украине, как вам кажется? Я посмотрел статистику, их там больше, чем 16 тысяч. Сколько школ из них классных, как вам кажется? Или в тех городах, в тех местах, где вы живете? Сколько таких школ на самом деле насчитывается? Ну, говорят, что где-то около 20% вот таких вот школ, ну, действительно хороших, действительно приспособленных. Остальные все пока на пути. Поговорим немножко позже о реформе. Скажем так, не все так плохо, но тем не менее. Какая вероятность попасть моему ребенку в хорошую школу в свете тех последних событий, что теперь уже нужно, чтобы детки шли по прописке, чтобы там, где прописано. Если у меня раньше было больше возможностей перевести ребенка где-то в более лучшую школу, то теперь я привязан территориально к той школе, которая находится. А каково оно качество? Я посмотрел по ЗНО. Очень интересная статистика. Представьте, у нас больше 16 тысяч школ в Украине. И вот статистика по первым 200 школам, по первым школам, которые заняли первых 200 мест. Итак, школа номер один, она количество баллов по ЗНО, по-моему, 187 с половиной баллов, среднее количество баллов. Двухсотое место определяет где-то 162 с половиной балла, если мне не изменяет память. Представьте себе, да, 200 школ и уже разрыв такой достаточно серьезный в 25 баллов. И я боюсь даже посмотреть, ну, данных таких нет, а те школы, которые входят, не входят в первые две сотни, а те школы, которые не входят в первую тысячу или в первые 10 тысяч. Интересно, какой там балл, какой там показатель, да, по тем же самым результатам ЗНО. Итак, о чем я? Что шансов попасть в хорошую школу, ну, не очень много. Не очень много. Хорошо, но даже если ты попал в классную школу, какие шансы тебе, как бы, оторвать хорошего учителя, попасть к хорошему учителю? И кто такой хороший учитель? И даже если учитель хороший, сколько детей в классе в сегодняшний момент учится? 35 детей в классе. Вот такая. Хотя тот же самый интернет нам говорит среднюю статистику, что это где-то 18 человек на одного учителя, там, в школах, в сельских школах, там, до 15, 8, 15, в городских школах 25 в среднем. Но мы же знаем правду жизни, что это, как правило, хорошая школа – это 35, 34, 36 учеников. Хватит ли у этого хорошего учителя сил оказать любовь и внимание моему ребенку? У него же таких 35. И хотя, знаете, на что обратил внимание, что каждый ребенок, он рождается с двумя способностями. Каждый человек рождается со способностью любить и способностью познавать. И вот парадокс, да, что отдавая ребенка в школу, мы как-то так работаем с этими способностями, мы сами родители плюс наши учителя, что уже каким-то классом вот эта способность познавать, она куда-то исчезает. Она становится как бы ребенку, ну, такой скучной, надоедливой. Он не хочет уже в нее погружаться, не хочет учиться, перестает учиться. Говорю о моем младшем сыне, насколько он любит учиться, насколько вот все годы он говорил так, что я сильно-сильно, ну, хочу в школу, я вот эти каникулы так сильно переживаю, ну, не сильно, скажем так, не очень хорошо, потому что ждут, когда быстрее они закончатся, и я быстрее пойду в школу. Мне там было интересно, вот с его слов. И теперь вот он уже отучился пять лет, идет шестой класс, и немного риторика я начинаю замечать, что риторика ему изменяется. Он говорит, ну, я уже не сильно так хочу в школу, я уже не сильно, значит, ну, понятна моя ответственность прежде всего, ну, и ответственность тех учителей, где он ходит, что за пять лет мы все-таки начинаем отучать даже таких детей, хотеть ходить в школу. Парадокс какой-то, правда? Хорошо. Хорошо. Какой шанс тогда попасть в такой хороший класс, и чтобы были классные родители, хорошие родители в конечном итоге, чтобы все это обучение нам не делало нервы, да, как говорят в Одессе, да, не делая мне нервы. Ну, достаточно, достаточно, ну, небольшие шансы у нас, да. Ну, и то, что мы уже говорили, что какой шанс, да, избежать больших трат, попасть в хорошее питание, и какие шансы, что нашим детям будут давать адекватное домашнее задание. Ну, не знаю, какой-то нонсенс. И вот куда мы отдаем своих детей. Представьте себе, мы на 12 лет отдаем своих детей. Но я думаю, ключевой момент, то, о чем я не сказал еще, почему мы еще отдаем детей в школу? Потому что нам удобно, нам, родителям, удобно, нам детей нужно чем-то занять. Почему? Потому что жизнь такая, что нам нужно зарабатывать денег. И работы одного родителя, например, отца или мамы, не хватает для того, чтобы обеспечить, ну, в большинстве своем, давайте правду говорить, да, в большинстве своем не хватает этих денег, чтобы достойно обеспечить все нужды семьи. Поэтому оба родители идут и трудятся. И действительно, нам удобно, мы занимаемся зарабатыванием денег, это забирает у нас от 8 до 10-12 часов в день. И, конечно же, нам ребенок должен быть под присмотром. И вот мы себе думаем, отлично, идет в хорошую школу, там он всему научится, и где-то перегружаем ответственность на учителя. И делаем какую-то одну из важных ошибок. Я так считаю, что это одна из ошибок, потому что все-таки, как бы там ни было, ответственность, она прежде всего на мне, как на родителей, на мне, как на отца, и на вас, как на маме. Добро. Опять же таки, да, вот чтобы не было все эти 12 лет, или, ну, это же с этого, с 18-го года, но те, кто еще пошел в 11, или идет, будет заканчивать 11 классов, чтобы не было 11 лет, да, вырванных лет, вырванных годов, посмотрим, что государство приготовило. И это так же интересно, интересуюсь этим, перечитываю, просматриваю какую-то информацию, и, вы знаете, ну, достаточно серьезно был удивлен, и очень был удивлен приятно. Смотрите, какая будет реформа, что нас ожидает в ближайшие годы, в ближайшие 12 лет, потому что реформа начинается в 2018 году, и заканчивается где-то в 2030 году, может, возможно, даже в 31-м, потому что им еще нужно, чтобы полностью, вот те ребята, которые, малыши, пойдут в этом году в первый класс, надо, чтобы они выпустились, и еще год посмотреть, откатать, как там дальше, что с ними будет происходить. Итак, на сегодняшний момент обучение будет составлять 12 лет. Из них 4 года это будет начальная школа, ну, в принципе, как и сейчас. После этого будет 5 лет базовой средней школы, и в оставшиеся 3 года это будет профильное, уже такая профилированное среднее образование, где планируют, чтобы из детей убрать лишние предметы, чтобы уже детки в последние 3 года с 15 до 18 лет, чтобы они могли уже, ну, более серьезно отнестись к выбору будущей своей жизни, к выбору профессии, и уже сузили количество специальностей, количество предметов, которых они будут изучать, и сделали уже свой выбор более осознанным. Это очень здорово, потому что если это все будет так основано на способностях, на дарах и талантах, дарованиях ваших детей, это будет классно. Если ребенок в таком возрасте увидит и уже начнет именно заниматься тем, чем ему нужно, я думаю, намного быстрее достигнет тех высот и тех результатов, о которых вы все вместе со своими детьми мечтаете. Окей. Что еще? Заложено около 8 принципов новой школы, из них 4-5 касается детей напрямую, ну, 4 детей, там, один касается детей и учителей, и три еще учителей касаются. Ну, нас, конечно же, с вами интересует то, что касается наших родителей и наших детей. Итак, принцип такой, что будет теперь формироваться навыки для самореализации, наконец-то, да, то, о чем мы мечтали. Наконец-то пойдет партнерство, будет учителя и ученика, ну, во всяком случае, так декларируется, да, что учитель с учеником, теперь партнеры, теперь они вместе работают над воспитанием, что ли, над образованием ученика. Дальше. Заявляется принцип ориентации на потребности ребенка именно в образовании. То есть, есть потребность ребенка в одной или иной скорости образовываться, есть потребность в одном или ином предмете, и теперь это ставится, скажем так, во главу угла, закладывается такой принцип. Также, ну, украинское, по-украински это будет наскрезни в меня, не знаю, как достаточно по-русски этот перевод, ну, дословно будет наверняка так, что это как сквозные умения, что ли, да, или те навыки, которые будут основаны на ценностях. То есть, теперь учителя берутся за то, чтобы воспитывать также и ценности в детях. Поговорим ниже о каких ценностях. Ну, и, конечно же, будут давать те знания, которые будут пригодяться ребенку не только в профессии его, но и в реальной жизни. Вот, во всяком случае, такие принципы декларируются в новой системе образования, в реформах, так. Дальше. Хочу поговорить о ключевых компетенциях, да, все, что согласно этой реформе, теперь вас, как родителей, будет ожидать, особенно родителей первоклассников, ну, и тех, у кого еще малыши в садик ходят, вы также уже готовитесь к этому. Их 10 основных. Ну, попробую перечислить кратенько, чтобы не забирать много времени. Итак, первая ключевая компетенция – это умение говорить и выражать свои мысли. Вот, что теперь будет взращиваться в школе. Правда, ну, давайте так вот, ну, не знаю, очень много и очень хорошего, не знаю, как это получится. Возможно, со временем будет по два учителя, или со временем будет меньшее количество учеников в классе. Может быть, программа тоже будет адекватная, и дети будут все успевать, но вот дать программу и еще этому всему научить, ну, надо будет тогда учителям ставить действительно памятник при жизни. Второе – это понимать и научиться говорить на иностранном языке. Что мне было приятно, уже вот как принято во всем мире уровни языковые, да, и вот для понимания, для тех, кто непрофильно будет изучать иностранный язык, нужно будет сдать на уровень B1, а тот, кто профильно изучал, на уровень B2. Ну, это достаточно высокий уровень, и для тех из вас, кто сталкивался за рубежом со знанием языков, ну, уровня B2 достаточно даже для того, чтобы получить иностранное гражданство. Ты уже свободно говоришь, и все четко понимаешь, и достаточно углублено. В B1 ты тоже понимаешь все, говоришь, и ты достаточно комфортно себя чувствуешь в зарубежной стране, можешь получить спокойную работу, работать, и тебе будет хорошо. Дальше. Математическая грамотность, она должна быть не только урочная такая, кабинетная, но и конкретно такая грамотность, чтобы она была привязана к, ну, к реальной жизни. И знаете, вот, был на презентации частной школы, мне очень понравилось, что они, уроки математики, они более практично приходят. Ну, например, одно из заданий у них выглядело таким образом. Вот, вот есть количество столов и количество стульев, вам нужно, вот есть кабинет вот такой, нужно измерить эти размеры и объем этого кабинета и посчитать, сколько парт и сколько стульев поместится в данном классе. И для детей это, ну, я видел видео, как они это все делают, это было что-то невероятное. Не замеряют, не просчитывают, как эти столы лучше уложить, так или иначе, максимально, чтобы заставить весь кабинет там столами в объеме, да, или стульями. Вот, это мне уже нравится, это уже, ну, практическое такое прикладное понимание математики. При этом, знаете, вспомнилась такая вот история, действительно это было, там, сто с чем-то лет назад. Один преподаватель привез своего ученика к сэру Резенформу, который в свое время, 1800 какой-то год, был, насколько я помню, президентом Королевской Академии Великобритании. И он также лауреат Нобелевской премии в области физики. И вот этот преподаватель приводит ученика, потому что они с учеником имеют разное мнение и побились об заклад, чтобы кто-то их рассудил выше. Потому что преподаватель говорит, он не может решить задачу, а ученик говорит, а я могу решить задачу. И вот он говорит, господин Резенформ, пожалуйста, рассудите нас, тоже все-таки из нас право. Ну, хорошо. Учитель говорит, я дал ему такое задание, вот с помощью барометра измерить высоту башни. И на что вот он мне не дает никакого решения. Ну и Резенформ обращаясь к ученику, говорит, вы что, правда не знаете? Он говорит, да я знаю, говорит, но у меня существует не менее чем шесть вариантов этого решения, я еще думаю. Он говорит, вот интересно как, да, ну это я так опускаю подробности, говорит, интересно расскажите. Он говорит, ну, например, можно залезть, говорит, с этим барометром на высоту башни и опустить его на веревочке. Этот барометр, как только он коснется земли, замерить веревку, поднять веревку назад и теперь замерить длину своей самой веревки. И я измерю вот таким вот образом, с помощью барометра измерю высоту башни. Хотя учитель предполагал, что там есть специальная формула, да, как с помощью барометра измерить. И вот что раньше в школах давалось, вот только как будто бы существует один единственный способ для того, чтобы что-то сделать. Один единственный правильный. Он говорит, хорошо, ну он продолжил, говорит, следующий вариант, говорит, я могу взять этот барометр, замерить его высоту и вот этими барометрами выложить один на другой, делая отметочки, узнать количество барометров, которое поместилось в этой башне и вот опять же тоже скажу, ну вот высоту этой башни. Он говорит, хорошо, ну а что это поближе к физике? Он говорит, пожалуйста. Можно привязать веревку и сделать из барометра маятник и вот помашу внизу, помашу вверху этим маятником, измерю там величину гравитации и по разнице этой величины я определю высоту этой башни. Ух ты! У меня еще, говорит, есть один вариант. Говорит, я в 12 часов измерю тень, измерю длину тени от барометра, который будет давать на землю, измерю длину тени башни и таким образом с помощью нелегких таких вычислений, несложных, вернее, я вычислю высоту башни. У меня еще есть, говорит, я могу, раскачивая маятник и вот даже это слово, не знаю даже, что он означает, и с помощью прецессии могу также определить высоту башни и так далее и тому подобное. То есть, говорит, и в конечном итоге я, говорит, могу найти управляющего этой башней и прийти к нему и сказать, господин управляющий, у меня вот есть классный барометр, я его, он ваш, говорит, если вы мне скажете высоту башни. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что вот насколько круто вот этот ученик, а в будущем он также, это был Нильс Борн, который также стал лауреатом Нобелевской премии в области физики, насколько он был готов и подготовлен к такому вот мышлению, к применению практических навыков математических в жизни. Круто, хорошо, идем дальше. Информационная цифровая компетентность, это то, что заявляют, что школа теперь будет учить наших детей. Я расскажу потом, берите терпение, почему это важно. Расскажу. И действительно, в современном мире более важно становится не так, как раньше было в школе, 3З, говорили в Украине, завчив, сдал и забыл. Для тех, кто русскоязычный, заучил, сдал и забыл. Вот такой был основной подход обучения в школе. Для большинства детей, не для всех, конечно же, но для большинства, то теперь это меняется. Теперь нам нужно иметь, не запоминать огромные объемы информации, потом мы не знаем, что с ним сделать. А уметь распоряжаться этой информацией, уметь искать, сортировать эту информацию, ну и также в цифрах быть компетентным. Потому что вокруг нас уже 21 век, век цифровых технологий. Окей. Классное умение и классный навык такой или компетенция это как учиться всю жизнь, хорошо, еще опять назову. Это общекультурная грамотность, имеется в виду вот то, что мы знаем об общих исторических вещах, какие-то вещи в литературе, в искусстве, чтобы мы могли понимать. Это национальная идентичность, это, ну чем дальше, тем больше будет такой толерантности, кому-то нравится или не нравится это слово, или такое терпение, или уважение к инакомыслию. Потому что человек может иметь, ну, совершенно другие взгляды на жизнь. Не нужно нивелировать свои, но нужно с уважением относиться к другим, даже если они отличны от твоих. И даже если этот человек, по твоему мнению, не прав. Экологичная грамотность, да, и здоровый способ жизни. Это также важно вот этим вот имением, чтобы мы думали и о экологии, о природе, о том местах, где мы живем, заботились о своем здоровье, знали какие-то простые способы, там, да, делали ту же самую зарядку, закалялись, возможно, и так далее. Это предприимчивость, это генерация новых идей, новых мыслей и как наиболее скорейшее воплощение вот этих новых мыслей в жизнь. Хорошо, ну еще две. Это компетентность в естественных науках и в технологиях, то есть умение наблюдать, анализировать, собирать информацию, как-то подводить итоги и все это трансформировать в собственное мнение. И, конечно же, социальная и гражданская компетентность, чтобы она проявлялась в жизни, на работе, не знаю, в волонтерстве, в сотрудничестве с другими людьми, ну и также умение разрешать конфликты и предотвращать конфликты. Представьте, это все реформа, это все новая школа. Круто, круто. И о чем хотел поговорить? И также два слова еще скажу об оценивании. Вот в будущей реформе ожидается то, что изменится подход к оцениванию. И уже не будет оценивания ученика там с целью, чтобы он боялся допустить ошибку, делал все правильно, чтобы его оценки были там безупречные и чтобы можно было сравнивать, делать какие-то рейтинги этих учеников. А все пойдет к тому, что это будет индивидуальное оценивание вот той позиции, на которой, тех достижений, к которым сейчас пришел ученик. Это как бы индивидуальный его прогресс. Или после этого будет рекомендация также индивидуальная к действию. И действуя не к осуждению. Хорошо. О чем дальше хочу поговорить? Хочу поговорить, вот представьте себе, да, мы имеем школу старого образца. По непонятным причинам для нас мы вводим туда детей. Мы имеем школу нового образца. Но для того, чтобы она полноценно заработала, необходимо еще каких 12 лет, чтобы прошло. И вопрос, да, что же нам делать как родителям? Ну это действительно важный вопрос. И первое, что хочу сказать, да, какой же выход из всего этого, из той ситуации, в которой мы находимся. С одной стороны вроде тяжело, с другой стороны реформа вроде должно быть хорошо, легче. Номер один, в простых вещах скажу, да, номер один, что очень мега важно для нас, это принять ответственность за своего ребенка. Вот за то, что вообще мы ответственны как родители за своих детей, но за то все время, которое мой ребенок находится в школе и все, что с ним там происходит, прежде всего ответственен я. Никто другой не ответственный. Только один я как родитель. Ну вместе со своей женой, конечно. Мама и папа. Это важно. Если мы поставим все с головы на ноги, не то, что мы как родители приходим, это вы там, учителя, виноваты там в чем-то, что мой ребенок чему-то научился, это вы не проследили. Конечно же я понимаю, что не все мы можем, не за всем мы можем уследить, но что я имею в виду, да, в чем моя ответственность как родителя? В том, чтобы я прежде всего выбрал хорошую школу, выбрал хороший класс. Это моя зона ответственности. Вот изо всех сил приложиться. Выбрал хорошего учителя. Узнал, заинвестировал свое время. Распросил других, да, каковы ли это учитель, то, чтобы я жил жизнью своего ребенка, да, чьих его интересов, что для него важно, куда я его отправляю, чтобы я ответственно и осознанно относился к этому моменту. Без этого никак. Нельзя переложить ответственность. Особенно нам, как отцам, нельзя переложить ответственность на наших жен. Пускай она там занимается. Я, как отец, должен приходить и понимать, где моя дочь, где мой сын, чем они занимаются, кто их учит и чему он их учит, кто родители, кто одноклассники и так далее. Потому что мой ребенок, почему это важно еще, потому что мой ребенок находится там очень много времени. Если еще первый класс не сильно много, но дальнейшее время, представьте, вы на работе 10 часов, ваш ребенок там идет на 8 утра, 8.30 в школу, он там находится до 2-3 часов, он такой же самый полноценный рабочий день находится в школе, и вы его не видите. И то время небольшое, которое у вас есть дома, там 15 минут, полчаса, час или полтора, которое вы вместе проводите, вот и все ваше влияние. А есть еще такой фактор, как домашнее задание, да, где тоже какие-то вырванные годы, да, поговорим еще об этом, где нет коммуникации и контакта в основном, да, а наша родительская заточка старая, это вот сделай это домашнее задание про бизнес, нужно оно, не нужно, умное оно, не умное, глупое, но его все равно нужно сделать. И мы бьемся, и вот мы проводим время со своими людьми. Вот о чем я говорю, вот такая ответственность, да. Хорошо. Второе, что нужно сделать после ответственности, обеспечить альтернативу. Конечно же, не всем нам повезет учиться в частных школах, их около 200 на сегодняшний момент в Украине, да, есть разница, да, 16 с чем-то тысяч школ обычных и 200 школ частных. И, конечно же, стоимость совершенно разная, там, начиная от 5 до 8 тысяч гривен в месяц и заканчивая до 25-30 тысяч долларов США обучением, ну, в год. Поэтому, ну, не у всех, к сожалению, есть такая возможность дать обучение своим детям. Это уже те школы, которые, ну, практически гарантированно поступают детей уже в ведущие вузы всего мира. То есть уже такую хорошую дорогу, да, прокладывают для своих детей, хорошую перспективу дают. Теперь, мне, как родителю, если нет такой возможности, во всяком случае, альтернативное обучение необходимо ребенку обеспечить. Что я имею в виду альтернативное обучение? Если уж совсем тебе плохо в школе, подумай о том, чтобы было обучение на домах, так называемых семейных школах, да, много родителей организовывают вот такой процесс обучения, и они и сами учителя отчасти, и нанимают учителей, при этом приписывая детей к различным школам, и потому что семейные неаккредитованные школы будут, и они получают образование. Но, тем не менее, оно достаточно качественное. Знаю моих друзей, у них есть такое обучение, дети очень довольны, и родители довольны. Ребенок успевает и зарабатывать деньги, и учиться, ну, это уже в подростковом возрасте, и свое время использовать эффективно, и так далее. Это большое ответственность. А если мой ребенок не учится в обычной школе, то у меня должен, кто-то должен быть вместе с ним, чтобы обучать. Это еще, еще как бы сложнее. Но если нет такой возможности, ну, как минимум, обуспечь альтернативу ему хотя бы такую. Позаботься о качественных компьютерных программах или курсах. Позаботься о том, чтобы ребенок смотрел какие-то научно популярные фильмы, их достаточно много. О всех, о всех сферах жизни, там, да, и эксперименты проводят различные, и о природе, и так далее. Проводи с ним реальные эксперименты где-то, да, масса кружков сейчас, там, похимичим, например, там, да, я знаю, в том городе, в котором я жену и есть, ну, и так далее, там, прикладная химика, химия, физика, там, другие эксперименты, робототехника, есть там курсы компьютерной грамотности, программирования и так далее. Это моя ответственность, дать ребенку вот такое еще дополнительное образование. Ну, на худой конец это репетиторы, которые, вы же знаете, да, что если ты прощелкал школьную программу, а тебе нужно хорошо сдать экзамены, то, слава богу, за репетиторов, да, они есть, они быстро, качественно и эффективно, но, конечно же, за деньги подтянут и натаскают вашего ученика, вашего будущего студента. Вот, поэтому позаботьтесь о том, чтобы в твоем окружении были такие люди, были репетиторы. Ну, и, конечно же, это кружки, секции, не знаю, там, курсы, как вся, различные. Это наша ответственность, как родители. Если нет возможности, я веду уже своего ребенка, ну, вот нет такой возможности дать ему в классную школу отдать. Хотя бы я промониториваю, чтобы это был лучший преподаватель, лучший классный руководитель в этой школе. Пусть это будет в этой школе. И тогда я уже дополнительно думаю о том, как сына моего образовывать в, ну, дома или такой, давать ему внешкольное образование. Надеюсь очень сильно на эту реформу. Ну, в моем сердце, да, вот, в моих размышлениях, в моих мыслях. Я даже иногда и у детей спрашиваю, и то же самое они говорят. Я так мечтаю о том, чтобы вся школа, она заканчивалась в школе. Чтобы домой давали только какие-то небольшие, маленькие или короткие задания, чтобы их не было много. Потому что весь процесс, он достаточно печальный. Обычно наши дети, ну, мы как родители ответственные, они ходят в один или два кушка в одном дне. И ребенку нужно как-то после школы перекусить, потом попасть еще на этот кружок, там, не знаю, на гимнастику, на танцы, туда, куда вы водите, на какие-то спортивные секции, он там еще два часа отгоняет, и потом учатся или на другой кружок, или бежать домой, делать уроки. Ну, это нервы, да, и все вы сталкивались с таким домашним заданием, да. Какая-то пословица, может быть, дословно не помню, но приблизительно звучит так, что мама оглохла, там, да, мама хрипла, дочка оглохла, соседи выучили домашнее задание, а собака его пересказала, повторила. Что-то такое там где-то ходит в сети или между нами людьми, и все наверняка вы сталкивались, да, наверняка у вас есть такие соседи, где, ну, Фобос и Демос, два спутника Марса, да, страх и ужас, как это делается. И в моем сердце я мечтаю о том, чтобы это все завершалось в школе, чтобы что-то только небольшое интересное. Для чего? Чтобы родители могли отвезти на кружок, и оставшееся время не сидеть над этими уроками, не мучиться самому и мучить ребенка, а общаться, обучать их тем вещам, которых не учат в школе, обучать ценностям, обучать общению и всему прочему, как решать вопросы, как договариваться, как зарабатывать деньги на тех детей, которые старше, проводить просто с ними время, потому что наши детки же, вот что, знаете как, вот что получается, что ребеночек идет в школу, и у него как минимум три кризиса там ждет. Это кризис семи лет, когда он может либо научиться трудиться самостоятельно, да, либо вообще вот такому, ну, перейти в формат лени такой, да, что у меня не получается, я не могу, да, вот какая-то неуверенность в себе придется. Кризис от 11 до 15 лет тоже ребеночек переживает. Он или становится, принимает само себя и уверен в себе, или наоборот, отвергает само себя. Это же так вредит. Кризис в 15-17 лет, да, когда ребенок уже должен самоопределить, ну, прийти к моменту самоопределения и точно знать, ставить, заниматься целеполаганием, ставить четко цели, идти к ним. А может не научиться совершенно этому. И вот этот момент, когда он переживает свое становление, а еще же это отростковый, там, да, пубертатный период, когда достаточно высокие женские и мужские гормоны мальчиков и девочек, да, и идет перестройка организма. И нужно еще разговаривать о сексуальных каких-то вещах, да, со своими детьми. И вот в это время мы все загружены этими домашними предметами и ставим их во главу угла. Вот это огромная ошибка. Окей. Поэтому адекватно относись к оцениванию, которое, ну, которое происходит дома у тебя, к оцениванию в школе его и к самому домашнему заданию. Не часто, но иногда протекуем. Видим, что сын уже устал, да, или раньше это была дочь. Ну, пусть не пойдет даже один раз в школу. Даже вот эту фишку можно использовать, да, договариваться с детьми, что если вам что-то нужно важное сделать, чтобы они сделали, как вариант, чтобы они пропустили один день в школу. Или если ему там не здоровится, или если, ну, вот ничего, как-то. Поддержите своего ребенка. И еще его нужно сопровести, сопроводить дальше все-таки, чтобы он нашел время и сделал это. Ну, если вот не идет оно, ну, не ломайте его об колено. Договаривайтесь с детьми. Один, не помню, один из отцов говорил, что легче ребенку, чтобы ему поломалась рука или нога, чем сломалась его душа, сломалось его сердце, сломался тот стержень внутри. Конечно, лучше, чтобы вообще ничего не ломалось, но если уже из двух зол выбирать, да, никогда не поломайте своего ребенка. Хорошо. Ну, и, конечно же, самое главное, о чем хочу еще немного сказать в оставшееся время, самое главное, это вы, как родители, ты, как мама или как папа, сам овладей вот этими ключевыми компетенциями. Это самое важное, что ты только можешь сделать. Почему? Я напомню этих 10 компетенций, и еще там набросаю вам еще несколько. Тогда вот, когда вы так же овладеете этими компетенциями, вы как будто бы как, ну, на одной волне, вы об одном, у вас это получается, вы дружите, вы строите взаимоотношения со своими людьми. Ключевая компетенция – это умение говорить и изъяснять свои мысли, свою точку зрения. Как часто ты можешь четко выразить то, что ты хочешь, то, что ты думаешь. Как круто у тебя это получается. Ведь ребенок прежде всего учится из дома, а потом уже где-то в школе. Поэтому сам научись. Если, как всегда, любишь заходить где-то через огороды, к тому, чтобы что-то рассказать, научись сам четко выражать свои мысли. Пусть это у тебя в голове будет. Тогда будет легче твоему ребенку. Научись иностранным языкам. Научись их понимать и говорить о них. Хотя бы какие-то простые вещи. Я согласен с тем, что 2-3 месяца пребывания где-то за границей в какой-то англоязычной среде или франкоязычной или того, то есть среди какого языка вы хотите выучить, оно даст вам намного больший эффект, чем зубрение годичное, которое происходит в школах. Но тем не менее, покажи пример своему ребенку, что ты также можешь овладеть каким-то иностранным языком, и ты можешь понимать и разговаривать. Это невероятно вдохновляет детей. Снимается тогда основная преграда, особенно в подростковом возрасте, когда дети бунтуют, они в голове у себя, они говорят, папа, а ты, мама, а ты, задают этот вопрос. Может быть, не все вслух задают, но внутри себя точно задают этот вопрос. А ты можешь сделать то, что ты от меня требуешь? А как у тебя с иностранным языком? И здесь отмазка та, которая была, что я в свое время учился, теперь как бы твоя учителька. Но она не проходит, эта отманочка. Вот не нужно. Дальше. Математическая грамотность. А как у вас нет, что и дело? А вот вы можете как-то что-то посчитать и так далее. А финансовая грамотность? Пусть она будет рядочком с математическим. А как у вас обстоит дело? С какими-то новыми программами, с теми же самыми платежными системами, с пайпасом или с пайпалом и так далее. Я изучаю это все, потому что мне тоже интересно. Жена идет впереди, она уже делает эти оплаты телефоном и так далее. Уже там QR-коды какие-то есть и все, что на свете. Ну мир не стоит на месте, развивается. Наши дети будут раньше с этим сталкиваться. И покажи, что ты умеешь, что ты компетентен, что ты можешь научить ребенка финансовым вещам, пользоваться там карточкой, банкоматом, создавать какие-то фонды платежные и так далее. Покажи, научи ей своего ребенка. Мои дети умеют, мой младший сын умеет, понимает, как это пользовался. Но это стоит времени. Информационная цифровая компетентность. Ну это то же самое, знаете, как, по-моему, там из «Лига смеха» ребята шутили, да, что такое взрослость или что такое старость. Это вот когда ты взял новую модель айфона и сначала не понимаешь, что ты говоришь так, сейчас, 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 сейчас. А, все, все, понял, как работает. Говорит, а старость, это когда берешь новую модель айфона или телефона которого-то, смартфона, и сейчас, 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 а вот это вот сейчас, сейчас он-то и не приходит. И ты уже тыкаешь, тыкаешь, а разобраться не можешь. Вот почему нужно не тормозить, а развиваться в ногу со временем. Потому что остановился, считай, умер. Ну, похоронен чуть позже, через 20-30 лет. Развивайся, иди вместе со своими детьми, задавай им тон. Почему? Потому что это особенно важно в подростковом возрасте, когда мы, как родители, должны еще стать и наставниками для своих детей. Ну, плохо, когда не получится, но тогда надо искать кого-то со стороны. Но круто, когда мы, как родители, остаемся авторитетами для своих детей во всех вопросах. В вопросах спорта, в вопросах образования, в вопросах цифровой компетентности, в технологиях, там, и так далее, и тому подобное. Это очень важно. Хорошо. Умение учиться всю жизнь. Показывайте тем самым, что вы учите иностранный язык, учитесь на водительском удостоверении, чтобы получить еще каким-то вещам выучитесь. Вы даете сигнал своим детям, что вы учитесь всю жизнь, вы осваиваете эту всю жизнь. И волей-неволей эта компетентность, она прививается. Такой навык учиться всю жизнь, он приходит к вашему ребенку. Ну, и так далее. Да, да, вообще культурная грамотность, экологическая грамотность, да, ну, что такое экологическая грамотность? Вот она, приведение в быту. По городам сейчас расставляют сортировщики мусора, там, и так далее. Ну, научитесь сортировать. Дети это вот так легко подхватывают. Научитесь пластик отдельно, бумагу отдельно, там, пищевые отходы отдельно. Вот все, что вы можете сделать. Вот уже экология. И таким образом вы приучаете детей батарейки отдельно где-то, еще что-то делать. Самая элементарная вещь, научитесь делать зарядку, там, обливание, еще что-то, какую-то профилактику для заболевания. Вот, вот, вот о чем я говорю, что значит овладеть ключевыми вот этими навыками и компетенциями, то, чему ваших детей будут учить в школе. Таким образом вы сможете остаться авторитетом для своего ребенка, для своих деток. Естественно, предприимчивость, да, ну, как один из моих знакомых говорил, что, старую такую еврейскую мудрость, да, что, дорогой, если ты поймешь, что 5 гривен всегда больше, чем 3 гривны, то ты сможешь делать бизнес, да. Поэтому обучай своего ребенка, что 5 гривен всегда больше, чем 3. 5 рублей, там, или 5 долларов больше, чем 3. И вот на этой разнице, да, вот эти 2% мы и живем в той анекдотической истории, да. Научите его различать, научите видеть возможности, научите делать опробу и какие-то заработки вместе с ним. Ведь с 12 лет, ну, во всяком случае, мы так обучаем в своем центре наших детей, мы обучаем с 12 лет, что они на 20% должны обеспечивать уже все свои финансовые нужды. А это я, как папа или как мама, я могу научить их, ну, вот этой компетенции, увидеть, где эти моменты заработать и обучать их этому. А чем старше ребенок становится, там, в 15-16 лет уже до 50%, а к 18 годам 80-100%. И мои старшие дети прошли по этому пути, немножечко, там, ну, не в 18 лет, но в 20 лет они уже освоили, да, старший сын немножко раньше, средняя дочь около 20 лет, она отключилась уже от родительского финансирования, уже зарабатывает сама ей достаточно. И теперь очередь младшего сына, вот ему скоро 12 лет, и мы уже с ним планируем зарабатывать по 20%, чтобы вот ему нужно, там, в месяц на него уходит 2 тысячи, там, на его развитие, кучки, там, и так далее. Вот 400 гривен, это его будет, это его задача заработать. Мы будем вместе с ним идти и в этом. Вот, что я говорю о предприимчивости, ну, и так далее, да, компетентность каких-то естественных, там, социальной активности, естественных науках. Идите волонтерам где-то, покажите. Вспоминаю, как один отец рассказывает, говорит, я на Рождество беру своих детей, потому что они иногда, там, жалуются, что у них плохая жизнь, хотя у них там есть и автомобиль, и дом, и все остальное, и достаточно они хорошо себя чувствуют, говорит, я покупаю подарков целую кучу, прошу их, чтобы они лучшие свои игрушки отобрали, я, говорит, их забираю и иду туда в детские дома или в те места, где детям совсем тяжело и совсем плохо. И они дарят эти игрушки, проводят время, общаются вместе с ними. И вот это такая социальная активность и социальная компетенция, да, вот, когда ты можешь понимать, что на самом деле ты классно живешь, у тебя все хорошо, да, потому что ты увидел, как кто-то где-то живешь, и вопросов масса снимается. Окей, вот это ключевое, что нам нужно, что нам нужно как родителям сделать. И просто повторюсь, да, как бы так резюмируя, что на сегодняшний день школы имеем те, которые имеем, частных школ около 200 в Украине, классных, хороших, да, всех школ больше 16 тысяч, шансы, что ваш ребенок попадет в классную школу, ну, не знаю, как кому повезет, и это ваша ответственность. Устройте его в хорошую школу, в хороший класс и к хорошему классному руководителю. Позабойся об этом. Если такой возможности нет, ищи альтернативу. Где научишь? Кто тебе поможет? Куча крутых фильмов, куча разной информации в интернете и так далее. Помоги своему ребенку, обеспечивай его. Отдай его на кружки, отдай его еще где-то. Это твоя ответственность. Не имей хорошего репетитора. Если всего этого тоже нет, у тебя нет возможностей, обретай ключевые компетенции сам. И будь для своего ребеночка примером. Ну, вот это самое главное, то, что хотел поделиться. Часто мы же родители, ну, вот вспоминаю себя, как мне мои родители говорили. Ты ни за что не переживай, да. Закончишь школу, пойдешь в универ, там, или в армию, потом в университет, потом придешь, устроишься на работу, станешь на очередь, получишь квартиру, там, как-то заработаешь себе на автомобиль, и будет тебе счастье. Вот с такой прошивкой я где-то рос. И когда уже пришел с армии и Советский Союз через время распался, я как бы как у разбитого корыта, потому что компетенции никакими я не владел. Ну, некоторыми так. И приходилось с самого начала учиться. Учиться этим вещам. Ну, наши дети не должны пойти по этой дороге. Они должны уже учиться на нашем фундаменте. А если ты до сих пор думаешь, что он выучится в школе какой-нибудь, потом как-нибудь ты его устроишь в университете, потом он как-нибудь устроится где-то на какую-то работу, ну, скорее всего, это такое, в настоящее, в современное время, это не тот путь, который нужно идти. Заинвестируешь массу сил, массу времени, массу денег и приведешь ребенка в то место, в котором ты находишься, или еще даже хуже. Потому что ты не сможешь таким образом повлиять на жизнь и помочь ему стать лучше. Но даже на сегодняшний момент компетенции не то, что руководители, это раньше были компетенции руководителей, а на сегодняшний момент уже пересматривается. И вот те компетенции простого даже работника, ну, скажу, я себе выписал, тут пару их зачитаю. Это креативность, уверенность в себе, отсутствие страха сделать ошибки, потому что мы заточены, если в школах нас где-то напугали, мы уже где-то боимся шаг влево, шаг вправо. Это развитие эмоционального интеллекта, то есть понимать свои эмоции и уметь ними управлять. Стратегическое мышление, чтобы было. Умение какую-то определять приоритетность задачи, что первое, что второе, управлять временем. Умение договариваться и вести переговоры. Как-то в предыдущих эфирах я об этом говорил, что однажды взял своего сына младшего на переговоры, потому что не было его куда с собой деть, куда-то его где-то оставить, и пришел взять на переговоры. Года 4 назад это было. Провел переговоры, и я сам этому учился. Сын мой выходит, говорит, пап, я понял, что такое скидка, потому что я договаривался о скидке, и понял, как ее просить. Я говорю, а как же ты научился? Где-то я это услышал. А вот ты же меня взял на переговоры. Я просто сидел и внимательно слушал, следил за тобой и за теми людьми. И я понял, о чем идет речь. Ну, молочина. Вот как это делается. Потому что мы проводим время вместе. И масса других, не буду уже их засчитывать, масса других компетенций, которые нам нужны. Но важное, важное, самое главное, научитесь проводить время вместе со своими детьми. Это важно. Это важно. Убирать все гаджеты. Занимайтесь тем, что нравится вашим детям. Задайте сами себе вопрос. А что моему сыну нравится? Чем он любит заниматься? Вот тем и делай. Ты в те игры играй. Отложи телефон. Сделай так, чтобы тебе ничего не мешало. Если ты запланировал время с сыном, проводи с ним это качественное время. Увидишь много открытий. Чему-то сам будешь учиться. Будешь ловить вот этот кайф, что ты сын, ты с дочерью. Или вы как мама с сыном или с дочерью. Вы их ведете. Вы чему-то их обучаете. Вы сами от них чему-то учитесь. Это будет классное время. Крутое время. Итак, ответственность на вас. Обеспечить альтернативу, если нет никакой другой возможности. Самому овладеть компетентностями, о которых мы говорили. Ну и, естественно, адекватно относиться к домашним заданиям. Чтобы не было вырванных годов. Чтобы был мир, покой и важен ребенок, важен человек. А потом уже то домашнее задание, которое вы сделали. Хорошо. Спасибо, что были вместе с нами, вместе со мной это время, что разделяли. Если вам понравилось, поставьте лайк и сделайте перепост. Надеюсь, что это важная информация была. И вы чему-то научились вместе со мной. О чем еще хочу сказать? Хочу еще повторить то видение. Вот почему это все делаем? Мы делимся какими-то моментами. Делимся историями моих клиентов. Своей личной историей, своим личным опытом. Слава Богу, у меня личных более 4 тысяч человек, которые были у меня лично на консультации. В нашем центре их еще больше, там уже за 10 тысяч человек. Тем, которым мы в той или иной степени помогли. Имеем какой-то определенный опыт. Делимся этим опытом и этими результатами. И хотим, чтобы каждая семья вышла в моменты счастья. Так уж получилось, что сейчас в сентябре мы много, и перед этим говорили много о воспитании детей, сыновей особенно. Именно сейчас говорим о школе, может быть еще один раз поговорим о школе, и дальше опять вернемся к семье, к взаимоотношениям между мужем и женой. Потому что они привычные, они ключевые. И вот если эти отношения, те первичные отношения между мамой и папой, мужем и женой, они станут классными, они станут яркими, они станут настоящим светом, тогда к свету будут тянуться. Ты не скроешь этого, твои друзья будут это видеть, и они будут идти на этот свет. Они будут задавать тебе вопросы, а почему у тебя получается, а у меня нет, может быть что-то мне нужно сделать. И таких людей, таких семей будет становиться все больше и больше. И таким образом мы сделаем нашу жизнь счастливой, безопаснее в тех местах, где мы будем жить. И интереснее намного. Окей. Поэтому подписывайтесь на страничку, есть также у меня блог, задавайте вопросы, подписывайтесь на YouTube канал, точно так же там можете найти много полезного видео. Ну и оставшиеся две минутки, ну таки прочитаю, не думал уже читать, но приготовил для вас такую одну интересную фишечку. Особенно для тех, кто дойдет до конца, дослушает до конца, ну получите бонусы определенные. В одной из американских школ учителя, в классных, крутых школах, учителя дали памятку в 1 сентября своим родителям. Ну как будто бы от детей. Очень мне это так впечатлило, вдохновило. И хочу поделиться, просто послушайте, всего 21 пункт, немного, вроде немного и немало. Итак, о чем пишут, да? Ну вот, как будто бы от детей. И послушайте это вроде как от своего ребенка. Не балуй меня, ведь я знаю, что ты не обязан исполнять каждое моё желание. Не бойся быть со мной прямолинейной. Не давай мне формировать плохие привычки, потому что отучаться от них будет еще тяжелее. Не заставляй меня чувствовать себя так, будто мое мнение не имеет никакого значения. От этого я буду еще себя хуже вести. Не поправляй меня в присутствии других людей. Я лучше и восприму информацию, если ты замечание сделаешь мне с глазу на глаз. Не заставляй меня чувствовать себя так, будто мои ошибки это самое страшное преступление. Не защищай меня все время от последствий моих проступков. Потому что я должен научиться понимать, что у действия бывают противодействия и бывают последствия. Не обращай внимания на мои мелкие привычки. Иногда мне просто хочется общения, когда нет дефицита. Не расстраивайся слишком сильно, когда я говорю, что я тебя ненавижу. На самом деле я не ненавижу тебя, а на самом деле я борюсь с твоей властью, с твоим владычеством. Я бунтую против твоей власти. Не повторяй все постараться, иначе я буду делать вид, что я глухой. Не давай опрометчивых обещаний. Я расстроюсь, если ты их не выполнишь. Не забывай, что я пока еще не могу вдумчиво объяснить то, что я чувствую. Не требует меня правды, если сердишься, иначе я могу тебя обмануть из-за страха. Не будь непостоянным, потому что меня это может испортить. Не оставляй мои вопросы без ответов, или я пойду их искать в каком-то другом месте. Не говори, что мои страхи не важны. Они ужасно важны. Совсем не малы, и мне становится еще страшнее, когда ты это не понимаешь и игнорируешь. Не притворяйся совершенным и не совершающим ошибок. Потому что я расстраиваюсь, когда выясню, что это не так. Не думай, что извиниться передо мной – это ниже твоего достоинства. Если ты извинишься, когда неправ, то научишь меня делать то же самое. Не забывай, что я быстро расту, и тебе придется перестраиваться очень часто. А еще я обожаю экспериментировать. Без этого я не развиваюсь. Так что будь добр, делай на это скидку. И самое последнее. Помни, что я не могу вырасти счастливым человеком, если меня не будут сильно-сильно любить дома. Но это ты и так знаешь. И надеюсь, что это вы так и делаете. Любите своих детей. Помните, что семья – это круто. До встречи через неделю, каждый четверг, 19.00 по Киеву. Рад был с вами. Пока.